Итак, угроза наводнений в некоторых районах региона сохраняется. В Забайкалье более 200 населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости с водными объектами. Губернатор края Равильгин Атулин обязал соответствующие органы провести в регионе противопаводковые мероприятия. Это гидротехническое сооружение на реке Чита уже сконструировано. Здесь отсыпаны дамбы, откосы закреплены бетонными плитами. Общая протяженность такого бетонного заграждения составляет более 7 километров. Половина от запланированного объема работ. По проекту это сооружение из центральной части города протянется до слияния с рекой Ингада. Всего за последние 7 лет на строительство капитальный ремонт защитных сооружений из федерального бюджета выделено более 700 миллионов рублей. В крае построено несколько гидротехнических конструкций общей протяженностью более 13 километров. Расчищено более 5 километров русел рек. Выполняются работы по капитальному ремонту сооружений в городе Хилок. Выполняются приемтивные мероприятия в поселке Усть-Карск. На реке Чита это район Пески-Солнечный. Село Утам Чернышевского района. Главная задача проведения этих водохозяйственных мероприятий предупредить возникновение чрезвычайной ситуации связанной с прохождением паводков. Однако опасность размывов берегов и затопления некоторых населенных пунктов Забайкальского края сегодня сохраняется. Муниципалитетам, которые не в силах самостоятельно профинансировать противопаводковые мероприятия, обещают помочь краевые власти. Специально на эти цели из федерального бюджета было выделено 165 миллионов рублей. Продолжение следует...